Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Иван Яковина, это Радио НВ, сегодня 26 марта и начинаем нашу программу о самых важных и интересных событиях в Украине, а также за ее пределами, которые могут повлиять на нашу с вами жизнь. Начать сегодня хочу с того, что в извечной, постоянной и непрекращающейся грязной политической борьбе в Кремле и около него наметился очень интересный поворот на этой неделе, а именно министр обороны Сергей Шойгу, начальник генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов каким-то образом попали в немилость и фактически были отстранены от управления военной операцией в Украине. Как так вышло, сегодня я об этом хочу довольно подробно поговорить, но причин, конечно, отстранению их от управления этой военной операцией множество. Главная причина это, конечно, катастрофический провал российской армии на всех фронтах. После первых двух недель, когда было еще не очень понятно, что происходит, после второй недели стало ясно, что ситуация на фронтах очень-очень фиговая для россиян. И 11 марта Шойгу и вместе с ним Герасимов в последний раз появлялись на экранах российского телевидения, они там что-то комментировали, ход боевых действий, и с тех пор их больше никто не видел. До буквально сегодняшнего дня. Сегодня они опять появились, но в каком-то очень странном качестве. Так вот, что происходит, почему я говорю о том, что катастрофический провал случился на украинских фронтах для российской армии, дело вот в чем. Планировалось, что Украина будет захвачена примерно за одну неделю или даже меньше, менее того, во всяком случае, такие планы россиян попали в распоряжение украинской разведки. Но Украина держится уже более месяца. Они, помните, собирались захватить за два или три дня Киев. После того, как Киев был бы захвачен, предполагал Киев, а также Харьков и от других ключевых областных центров, предполагал, что после этого Зеленский сбежит из страны или будет захвачен. Он сдаст власть новому пророссийскому марионеточному правительству. Организованное сопротивление вооруженных сил прекратится украинских. И после этого они планировали, что будет даже проведен референдум о вхождении Украины или частей Украины в состав Российской Федерации. По крайней мере, листовки о таком референдуме раздавали уже жителям Мелитополя. Еще интересно, что через три дня после начала этой военной операции, войны, по сути дела, вторжения российского, РИА Новости случайно выпустила заметку о том, что украинский вопрос уже решен. И величайшая историческая миссия Владимира Путина по окончательному решению украинского вопроса, это я не прикалываюсь, это реально цитата оттуда, уже, в общем, решена эта задача по окончательному решению. Таким образом, они, конечно, собирались просто уничтожить Украину буквально за одну неделю. И Шойгу Герасимов, как главные военачальники, руководили этим, собственно, процессом. Но у них, естественно, как мы уже прекрасно знаем, ничего не получилось. То, что планировалось осуществить за месяц, даже близко не подошло к осуществлению уже через, точнее, то, что они за неделю хотели, через месяц даже близко не подошло к осуществлению. Взят всего лишь один областной центр из десятков украинских областных центров. Причем Херсон, при всем уважении к этому городу, он, конечно, обладает важным значением стратегически. Но это не самый крупный, не самый большой город Украины. Это не Одесса, это не Днепр, это не Харьков и уж тем более это не Киев. Поэтому взятие Херсона, конечно, могло потешить чье-то там генеральское самолюбие. Но в сущности это не так, чтобы была там супер невероятно сложная в боевом смысле задача. Тем более, что Херсон, прямо скажем, в первые пару дней там была не очень хорошо налажена оборона. И, в общем, Херсон был, так сказать, относительно легкой прогулкой. Даже по сравнению с тем, что сейчас проходит в Мариуполе для российской армии. Хотя Мариуполь не является областным центром. Так вот, Киев не окружен. А, еще про Херсон надо сказать. Буквально вчера появилась информация от американской уже разведки, что в Херсоне идут ожесточенные бои за этот город. Что город, который, как россияне считали, находится под полным их контролем, на самом деле украинцы сейчас начинают оспаривать. Украинские войска каким-то образом там появились. Я не очень понимаю, каким, правда, но появились. И началось сражение, собственно, уже из-за Херсон. Важно вот что еще отметить. Россия, на самом деле, никогда полностью не контролировала ни Херсон, ни Мелитополь, ни какие другие оккупированные города. Почему? Потому что для этого необходимо реально очень большое количество войск. Такого количества войск нет у российской армии. Поэтому патрулируют, то есть они как бы захватили город. И когда говорят, что захватили город, захватили областную администрацию, городскую администрацию, железнодорожный вокзал и все. А, ну еще и телевидение. Больше они ничего не контролировали там по сути дела. Дальше. Что касается Киева. Киев главная задача российской армии во всей этой войне. Естественно, столица, как всегда полагается. Но Киев даже отдаленно не захвачен. То есть он вообще не захвачен. Более того, он даже не окружен. Ну, линия фронта от Киева на самом деле в последние дни отодвигается, а не приближается к ним. То есть цель, главная цель всей этой военной операции. Помните, Владимир Путин говорил, деноцификация, демилитаризация. Собственно, ни то, ни другое невозможно, естественно, без захвата Киева. Но цель военной операции становится не ближе. А дальше. Это что касается Киева. Линия фронта там расширяется. То есть Киев не в окружение попадает, а наоборот он освобождает. То есть отбрасывает войска противника и в северо-западном направлении, и в северо-восточном. Чернигов, Сумы, Харьков, Изюм. Все эти города держат оборону. Очень тяжелая ситуация в Чернигове, но все равно оборону город держит. Город не сдается. Это очень важно. Почему? Потому что когда российская армия пытается проникнуть в центр Украины, все ее пути снабжения проходят мимо вот этих городов, которые я назвал. Мимо Чернигово, Сумы, Харькова. Ну, Изюм в меньшей степени. Тем не менее, когда эти конвои с оружием, с боеприпасами, с топливом, с продовольствием идут мимо этих городов, они постоянно подвергаются этих городов набегам и обстрелам. Вот эти караваны. В результате снабжение российской армии так и не может быть налажено в должной мере. Более того, в этих городах это крупные железнодорожные узлы. Российская армия не рассчитана на снабжение своих войск по дорогам. Она рассчитана на то, что все снабжение российской армии проходит по железной дороге. Без контроля над железными дорогами и над железнодорожными узлами никакого снабжения российской армии быть в принципе не может нормального. Ну там сколько, 150 километров от границы, нормальное снабжение может быть и все, дальше нет. Да даже не 150, а 100 километров, потому что российская техника жрет очень много солярки и бензина. Дальше, то есть вот эти анклавы, стоящие прямо на линии снабжения российских войск, они просто не дают продвинуться этим войскам куда-то вглубь украинской территории, они до кого-то предела доходят и все, дальше просто уже не могут, не хватает им собственно ни топлива, ни продовольствия, ни вооружения. Из-за этого собственно и начинается постоянное мародерство, люди, где эти российские военные ходят, ищут себе пропитание по домам, по магазинам, просто воруют, грабят людей, потому что их никто из центра не кормит. Дальше, на Донбассе, про Донбасс надо отдельно сказать. Одной из важнейших целей, которые поставили перед собой российские генералы еще до начала этого вторжения, в общем большим секретом не было, что они хотели, они хотели двумя ударами. Первый удар из Харьковской области, второй удар из Крыма через Запорожскую область на север, они хотели отрезать, окружить наиболее боеспособную часть украинской армии, которая находится на Донбассе, которые вот собственно участвовали в этой войне, восьмилетний, против российских войск, основавших вот эти ДНР и ЛНР, так называемые. Так вот, в общем цель, главная цель российской армии была обойти эти войска и взять их в окружение, и собственно, либо добиться их капитуляции, либо их там перемолоть и уничтожить. Речь, конечно, идет о том, что необходимо украинские войска, российская армия взять в окружение, но этого нет и рядом, то есть вообще не получается ничего подобного, потому что, понимаете, без ликвидации, без окружения, без чего-то там плохого, чтобы было сделано с этой группировкой украинских войск, говорить о демилитаризации Украины просто смысла не имеет, почему? Потому что все военное добро, в общем, находится именно там. То есть цель российской армии номер один по демилитаризации, в кавычках, она не выполнена и выполнена быть не может, пока не будет там какого-то окружения. Но окружение они сделать никак не могут. А сейчас объясню почему. Небольшой город Мариуполь, обложенный просто со всех сторон, сейчас героически просто сражаются, оттягивая на себя ровно те силы, которые должны были создавать вот этот котел вокруг украинской группировки на Донбассе, наступая с юга. То есть южная группировка российская двигаться на север не может, пока Мариуполь остается у нее в тылу. В результате все силы брошены сейчас российские на, собственно, завоевание Мариуполя, на оккупацию Мариуполя. Но сделать там ничего не могут, потому что Мариуполь, ну про Мариуполь я еще отдельно тоже скажу, но Мариуполь сражается, конечно, это что-то беспримерное. Наверное, какие-то там античные герои могли бы что-то подобное, тот же уровень патриотизма и тот же уровень стойкости показать. То есть окружить украинские силы на Донбассе не получается, соответственно, весь план российской операции военной летит коту под хвост. Кроме того, на оккупированных территориях, которые вроде бы уже взяты российской армией под свой контроль, творится черное что, потому что там идут постоянные бесконечные рейды партизанские, которые нарушают и без того хлипкую слабую российскую логистику. То есть подвоза топлива в результате у наступающих российских частей нет, боеприпасы заканчиваются, пополнения тоже до них доехать не могут, вывоза раненых нет, люди умирают прямо там на поле боя. Тысячи убитых людей, погибших, бросают опять же просто в поле, отказываясь признать их даже существование. То есть российская армия реально отказывается от своих убитых, где что-то какие-то бомжи переодеты или что-то еще из этой серии. В общем просто тысячи и тысячи российских военных убитых гниют в полях и некому, то есть в результате о них заботятся больше украинские местные жители, украинские какие-то крестьяне, чем российское командование. Более того, техника российская, заканчивается бензин, заканчивается солярка, техника переходит в руки украинских ферберов, которые отбуксируют ее куда-то там, а потом передают в руки украинской армии. В результате из-за этого у украинской армии количество танков с начала войны не сократилось, хотя 70 танков примерно было потеряно, но все равно общее количество танков не сократилось, а повысилось, увеличилось, поскольку российская армия снабдила армию украинскую примерно полутора сотнями танков. Просто бросили и убежали солдаты, танк достается украинцам. С полным боекомплектом только заправить и пожалуйста вперед в бой хоть сейчас. Это абсолютно массовое явление, на всех оно фронтах происходит, россияне, российские солдаты просто не очень хотят воевать, я их в общем понимаю, почему им это, им просто не за что воевать. Дальше, в городах, как я уже сказал, без остановки продолжаются проукраинские акции протеста. Наладить какую-то обычную нормальную жизнь у российской администрации в оккупированных городах не выходит. Я кстати не удивлюсь, если в скором времени вот эти акции протеста, мирные акции протеста сменятся на боевые операции против оккупантов. И видимо что-то подобное сейчас вот собственно и начинает происходить в Херсоне, где, как говорят американцы, начинаются уже сражения за этот город, якобы находящийся под российским контролем. Аэродром в Чернобаевке. Это конечно вообще отдельная история, я думаю в учебниках истории будет посвящена там целая глава Чернобаевки. Он должен был вообще-то говоря, этот аэродром, большой аэродром с военной инфраструктурой, он должен был стать опорной базой российской армии и авиации на юге Украины. Но вместо этого аэродром в Чернобаевке стал для российской армии огромной братской могилой. Туда навезли кучу техники, туда навезли кучу авиации, там вертолеты-самолеты, туда завезли генералов, там устроили штаб, там все что надо там сделали, все сели, ура, наша, сейчас будем пользоваться. Но из-за не одного, даже из-за нескольких артиллерийских налетов со стороны украинской армии, все там разнесли просто в щепы. Только россияне начинают что-то восстанавливать, опять разносят в щепы, только пригнали какую-то дополнительную технику, опять в щепы все разнесли. То есть этот Чернобаев в конце концов, насколько я понял, плюнули и бросили, потому что уже просто невозможно там. Но почему такая настойчивость была со стороны российской армии? Почему они за эту Чернобаевку так сильно пытались уцепиться? Дело в том, что без Чернобаевки невозможно наладить нормальную работу фронтовой авиации на юге Украины. Потому что гонять самолеты и вертолеты из Крыма очень далеко от другого такого аэродрома, на котором... Потому что вертолеты, они просто в принципе летают гораздо ближе, чем самолеты, у них расход топлива огромный просто. То есть вертолет не может прилететь 500 километров, пальнуть из пушки и вернуться назад 500 километров. Не бывает такого, вертолеты иначе устроены. И вертолету нужно, чтобы он там был в 100 километрах максимум от места проведения боевых действий. И вот поэтому они так сильно за эту Чернобаевку и цеплялись. Им нужна была опорная база для действия авиации во всем южном регионе Украины. Без Чернобаевки авиация практически не используется. Невозможно ее использовать, далеко летать. Поэтому они и так и сяк пытались за эту Чернобаевку уцепиться, но ничего не получалось. В результате Чернобаевка так и стоит брошенная, на ней там догорают эти российские вертолеты. А Николаевская, Херсонская, Запорожская области фактически сейчас без авиации. То есть действует только там дальняя какая-то авиация, а фронтовая авиация, от которой больше всего польза для наступающих войск, она не задействована. Таким образом, украинское командование, которое сумело осуществить вот этот разгром в Чернобаевке, по сути дела, очень-очень сильно затормозило продвижение российской армии на южном направлении. Вот была бы Чернобаевка под полным контролем российской армии, если бы оттуда взлетали, садились там вертолеты, то все было бы совсем-совсем иначе. Ситуация для украинской армии была бы гораздо более тяжелой. Но сейчас, к счастью, ничего такого не случилось, поскольку сами эти вертолеты-самолеты частью уничтожены, частью повреждены, их оттаскивали в Крым. И это, конечно, только начало, потому что не менее дикая для российской армии ситуация произошла на этой же неделе в городе Бердянск на побережье Азовского моря. Порт Бердянска россияне планировали использовать в качестве главного логистического узла на оккупированном побережье Азовского моря. Почему именно Бердянск? Потому что там вдоль Азовского моря по югу не идет железная дорога, по берегу Азовского моря нет железной дороги. Поэтому действовать вдоль берега тяжело. Как я сказал, вся логистика российской армии основана именно на использовании железной дороги. Ближайшая железная дорога в Запорожье. То есть, чтобы пользоваться железной дорогой, чтобы подвозить, условно говоря, боеприпасы и технику людей из Крыма к Мариуполю на Донбасс, нужно захватывать Запорожье. Запорожье, капец, огромный город, его так просто не захватишь. Поэтому они решили, ага, если мы железную дорогу строить долго, дорого, нафиг нам это надо, давайте-ка мы будем использовать порт Бердянск. В Бердянске выгружаем технику, и вроде это недалеко от Мариуполя, и техника там своим ходом едет к Мариуполю, и там уже переходит в бой. Плюс туда же бензовозами из Бердянска к Мариуполю можно легко возить топливо, там еду возить. В общем, хороший план, все одобрили. Круто, пригнали четыре больших десантных корабля с войсками, с припасами, с техникой боевой, с боеприпасами к Мариуполю. Извините, в Бердянске, поставили их около пирса там, и давай разгружать. В этот момент, я уж не знаю, что там случилось, или кто там случился. В общем, короче, украинская армия каким-то образом нанесла чудовищные силы удар по одному из этих больших десантных кораблей. В одних источниках говорится, что это был корабль Орск, в других Саратов, но в общем, сути дела не меняет. Корабль этот просто в щепки разнесло, потому что, видимо, он перевозил боеприпасы. Просто были взрывы, почему не один взрыв, а много взрывов. Корабль утонул, и разлетающимися обломками, снарядами, ракетами, видимо, повреждены были и остальные еще три корабля, которые там же рядом стояли. На одном из этих кораблей начался даже пожар, другой задымился. В общем, корабли, которые рядом стояли, они были вынуждены спешно уйти из Бердянска в открытое море. И очевидно, что, ну вот этот, в который попало, он утонул, а еще два корабля, три корабля будут, видимо, отправлены на ремонт. Поскольку использовать корабли, в которых там дырявые, ну как бы в дырявом корабле не очень хорошо плавать, потому что можно и утонуть. Таким образом, что произошло, что это означает? А, еще уже была уничтожена всеми этими взрывами береговая инфраструктура. То есть краны, которыми ведется погрузка, топливные огромные вот эти баки, откуда корабли берут топливо для дальнейшего передвижения. Там техника всякая береговая и так далее. То есть, все это было сметено с лица земли. Очень удачный получился налет украинский. Таким образом, что случилось? Снабжение южной группировки российских войск, в общем, полностью сорвано. Потому что ни Чернобаевка, ни Бердянск так и не стали важными узлами снабжения, без которых нельзя продолжать наступление дальнейшее. То есть, если бы и Чернобаевка, и Бердянск функционировали так, как было запланировано российской армией, то можно было бы туда завозить войска, войска эти собирать в кулак и дальше идти наступать. Но сейчас-то как туда? Туда ничего не повезешь. Надо какими-то окольными путями из Крыма по обычной дороге, не по железной, везти это все аж к Мариуполю. Я не знаю, как они это все будут организовывать сейчас, но это реально будет очень-очень-очень тяжело. Сейчас и Чернобаевки, и Бердянскую лихорадочно просто ищут какую-то адекватную замену. Но замены адекватной, такой равноценной, попросту нет. Поэтому никто в российском командовании сейчас даже толком не знает, что делать дальше в этой ситуации. То есть, как бы для достижения целей стратегических нужно окружать украинскую группировку на Донбассе. Для того, чтобы ее окружить, нужно, чтобы снизу шел мощный кулак наверх, вот эта стрелка вверх шла. Чтобы это произошло, нужно сначала захватить Мариуполь. А захватить Мариуполь не получается без подкрепления и без снабжения из Бердянска или из Чернобаевки. Без авиации из Чернобаевки и без снабжения из Бердянска. Поскольку ни того, ни другого нет, вообще непонятно, как дальше воевать, что делать. То есть, они оказались у разбитого корыта, в полном непонимании, что делать дальше. Группировка, осаждающая Мариуполь с западного направления, осталась без нормального снабжения. А те ресурсы, которые у этой группировки имеются, они очень быстро перемалываются защитниками Мариуполя. Это, знаете, при том даже, что даже симпатизирующие Украине генералы западные, военные эксперты говорили, что, ну да, Мариуполь, конечно, молодцы, крутые ребята, хорошо сражаются, но максимум их на неделю хватит, потому что, ну блин, слишком уж силы не равны. Это они говорили две недели назад, да. Прошло уже две недели, и Мариуполь, по расчетам западных экспертов, должен был быть сдан еще две недели назад, но спокойненько себе, ну не спокойненько, конечно, естественно, там ничего хорошего нет, не происходит, но, в общем, он продолжает сопротивление, и сдаваться нифига не собирается. То есть, все вот эти суперэксперты, которые говорят, да ладно, максимум неделю, все оказались посрамлены, а я, знаете, кстати, думаю, лично я, хоть не эксперт и не генерал, я думаю, что Мариуполь вообще никогда не сдастся, то есть, будет сражаться до последнего человека. И, скорее всего, даже не придется до последнего человека, я думаю, отвяжутся от Мариуполя раньше гораздо. Так вот, недавно я, кстати, слышал, а, знаете что, сейчас сопротивление прекращают под Мариуполем только российские генералы, которых там уже в окрестностях этого города то ли пять, то ли шесть человек убили. Недавно я слышал хорошее объяснение, почему именно такие высокие потери сейчас среди российских генералов и полковников и именно под Мариуполем. Смотрите, в условиях полного отсутствия боевого духа, то есть, ну, российские солдаты реально не хотят воевать, у них смысла не видят никакого в том, чтобы идти в наступление. Так вот, в условиях полного отсутствия боевого духа солдаты, младшие офицеры вообще не хотят рисковать с собой и идти в атаку. Понимаете, он сидит в окопе солдат, ему говорят, поднимайся в весь рост и беги там на пулемет. Ну, конечно, ему не хочется это делать, да и никому не захочется. Мотивация какая у российской армии сейчас? Деньги, да? Им платят, по-моему, что-то там типа 57 долларов в день. Ну, ему же платят эти 57 долларов вне зависимости от того, сидит он в окопе или бежит он в атаку. Естественно, ему лучше посидеть в окопе. Ему говорят, ну, как бы если сидишь в окопе, то надо создавать хотя бы видимость того, что ты воюешь. Ну, они там стреляют вверх, стреляют по домам, просто на обум куда-нибудь стреляют, шум создают, но никто в атаку не идет. И младшим офицерам тоже это нафиг не надо, потому что младшие офицеры им там по 25 лет, у них там жена только что родила, и вообще он, конечно, умирать не очень сильно хочет. Он хочет заработать и не умирать, он не умирать ехал на эту войну. Поэтому он тоже не ведет своих солдат в атаку, потому что ему это тоже нафиг не надо. В результате генерал не понимает, да, там полковник, что-то фигня происходит. Патронов потребляют, значит, части там на участке фронта огромное количество, жрут, пьют как не в себя, а успехов ноль. И этот генерал звонит. Во-первых, засекреченный аппарат связи ЭРО, который создавался за несколько миллиардов рублей, не работает, оказывается, в украинских условиях, поэтому генерал даже позвонить не может. И он собирает свой штаб и едет проверять, что же там, блин, за фигня такая происходит на фронте. Почему топливо расходуется, патроны расходуются, а продвижения никакого нет, и вообще ничего не понимает, что случилось. Он, значит, приезжает туда, а его тут же вычисляет украинская разведка, которая в этой войне работает существенно лучше, чем разведка российская. Я, кстати, думаю, что украинской разведке наверняка еще и американцы помогают. Ну, в любом случае, о приезде генерала на линию фронта украинцы уже знают. И как только он там появляется, там же штаб, его там штабные машины, система связи появляется и так далее, сразу туда бом-бом, какой-нибудь удар либо дроном, либо артиллерией, все, нет генерала. И, кстати, я думаю, что солдаты и младшие офицеры, которые на этом участке фронта, в этот момент даже испытывают чувство благодарности по отношению к украинским коллегам, скажем так. Почему? Потому что, опять же, генерала нет, значит, некому их гнать в атаку. Они опять могут сидеть в окопе, стрелять в воздух и ничего не делать. Собственно, а генералы и полковники российские уже, знаете, такой прям на конвейер поставили цинковые гробы вместе с собой, едут они в Российскую Федерацию, просто какое-то дикое количество и тех и генералов, и полковников погибло. И причем погибло в Мариуполе как раз, потому что я так понимаю, что в Мариуполе российские войска вообще не хотят с собой рисковать, и вообще идти в атаку им это нафиг не надо, и не интересно это. Хотя, конечно, генералы топают ногами и гонят их вперед-вперед. Так вот, собственно, поэтому я и думаю, что Мариуполь никогда не будет взят. Тут, с одной стороны, героизм украинской армии, украинских защитников города, а с другой полное, даже так же отрицательное желание этих самых российских солдат идти в атаку. Им это нафиг не надо, просто вообще ни разу. Таким образом, я думаю, что Мариуполь, что бы там ни говорили эксперты, генералы, останется очагом постоянного сопротивления, пока будет продолжаться эта война. Он постоянно будет сопротивляться. Таким образом, что мы имеем? С военной точки зрения, общая картина войны для российского командования не просто удручающая сейчас, она катастрофическая, не получается вообще ничего. И сейчас мы видим, что начинается война на истощение, в которой у Российской Федерации нет вообще ни одного шанса победить. Во что это обернется, давайте я уже в следующей части расскажу. Сейчас у нас будет короткая пауза. Продолжаем разговор. Иван Яковин, Радио НВ. В предыдущей части я описывал, на самом деле, удручающую, катастрофическую ситуацию, которая сложилась для российского командования на полях, на украинских полях сражения. Если назвать вещи своими именами, российская армия проигрывает войну, российские солдаты и офицеры воевать не хотят. Российские генералы, которые отправляют в бой своих солдат и офицеров, сами погибают в больших количествах, поскольку им постоянно приходится быть на линии фронта. На южном направлении, где находится Чернобаевка, где находится Бердянск, снабжение российских войск полностью уничтожено. Это не дает им взять Мариуполь. Из-за того, что Мариуполь до сих пор не взят, не получается у российской армии совершить окружение украинской группировки на Донбассе, а без этого окружения ни о какой победе в войне бы и речи быть не может. Я уже молчу про такие вещи, как демилитаризация и деноцификация. Проигрывает войну Россия. Почему? Я сказал, что начинается война истощения сейчас между Россией и Украиной. То есть это когда в окопах сидят солдаты, там перестреливаются, но в общем никто в атаку не идет. И в такой войне, на мой взгляд, шансов победить у Украины все равно больше, чем у России. С одной стороны, знаете, это выглядит немножко странно, потому что Россия реально намного больше, чем Украина. И ресурсов у России вроде бы тоже больше. Но на первый взгляд так оно и есть. Но вообще-то говоря, в реальности ситуация для Москвы гораздо хуже. В условиях абсолютно чудовищных международных санкций экономика Российской Федерации сейчас быстро умирает. Там заканчивается практически все. Из-за того, что Россию изгнали из международных цепочек создания добавленной стоимости, стоимости сейчас в России не производится, по сути дела, почти ничего. Потому что даже для того, чтобы вырастить, прости господи, картошку, тебе нужны семена для этой картошки. А семена для картошки производятся в Голландии. А купить их в Голландии нельзя, потому что, во-первых, тебе никто не продаст, с россиянами никто не хочет иметь дело. А во-вторых, нет валюты, чтобы купить эти семена. Не за что их купить. Поэтому даже вырастить свою картошку у российских крестьян в этом году нормально не получится. Я уже молчу о каких-то более сложных штуках, типа сотовые связи, автомобили. Даже, знаете, удивительная проблема такая, во всей России не осталось офисной бумаги. То есть какие-то бланки заявления, какие-то рецепты. Вообще не на чем печатать что угодно. Курсовые, всеобщую контрольную работу, всероссийскую, отменили как раз из-за того, что нет бумаги. Сейчас выяснилось, что бумага, один лист бумаги стоит в России примерно 5 рублей. То есть простой лист бумаги, на котором ничего не напечатано, стоит сейчас дороже, чем акции Газпрома или акции Сбербанка. Вот до того дошло. Таким образом от российской экономики очень скоро останется просто воспоминание. Ничего не производится в стране, которая выкинута из международной системы отношений. Ничего ты не можешь там произвести. Даже самые какие-то элементарные вещи. Эксперты сейчас прогнозируют падение российской экономики на 10 или на 30 процентов. Но я уверен, что будет гораздо-гораздо хуже и больнее. Потому что скоро у российского правительства в нынешних условиях не останется денег на поддержку минимальных даже социальных стандартов быстро нищающего населения. Ну, например, обычно лекарства в России сейчас, некоторые виды лекарств, подорожали в 6 раз. Почему? Потому что лекарства абсолютно все импортные. Россия не производит практически своих лекарств. Опять же из-за отсутствия валюты и из-за нежелания иностранных компаний работать с Россией, лекарства просто пропали. Вся Россия осталась без лекарств. Либо кто-то может достать по каким-то абсолютно конским, немыслимым космическим ценам эти лекарства. Вот одна проблема, которая касается не только там каких-нибудь олигархов, но вообще всего населения страны. Тоже с пенсиями и зарплатами, которые сейчас из-за падения курса, реального курса доллара в 2 раза или в 3 раза даже, точнее, роста курса доллара в 2-3 раза, соответственно, люди в 2-3 раза обнищали, а беднее стали. Кроме того, кончаются деньги на сохранение инфраструктуры. Например, сотовая связь. Мы к ней привыкли, она уже везде у нас, но ее же нужно как-то обслуживать, что-нибудь выходит из строя, надо чинить. А негде купить детали для сотовой связи. То есть потихоньку будет ломаться сотовая связь. Будут ломаться водопроводы, газопроводы, электросети, потому что электросети все тоже уже немецкие, потому что российские говно, и поэтому все электросети перешли на использование немецких проводов, немецких счетчиков, немецкого всего. Без Германии это все встанет, сломается. Кроме того, зарплаты военным уже даже, ну то есть пенсии, понятно, зарплаты там каким-нибудь бюджетникам, понятно, эти потерпят. Но военные это не потерпят, денег на зарплаты военным тоже не будет хватать. Война это очень-очень дорогое удовольствие. Она, знаете, как пылесос высасывает деньги из бюджета, а бюджет-то российский сейчас пуст, потому что резервы, накопленные Российской Федерацией как раз на случай войны, все были арестованы и заблокированы. Россия осталась без резервов. А в нынешнем бюджете денег почти нет. Использовать резервы она не может, поэтому непонятно, где брать деньги. Хуже того, Путину сейчас на своем горбу финансовом приходится тащить еще и Беларусь вместе с Лукашенко, который прожорливал Лукашенко. В общем, белорусская экономика еще слабее, еще менее конкурентная, чем российская. Там она, в общем, практически уже сдохла, потому что из Беларуси айтишники и все хоть что-то соображающие специалисты-бизнесмены уехали давным-давно. То есть на себе еще приходится Россию держать и Беларусь. В общем, при сохранении нынешних тенденций, ресурсов России на ведение войны, вот нынешней интенсивности, хватит максимум на пару месяцев. Скорее всего, даже меньше, даже на пару месяцев не хватит. При этом Украина, на которую как бы напали, из которой уехали миллионы людей, в которой куча народа осталась без работы, чьи заводы разбомблены, разрушены и так далее, при всем при этом Украина находится в намного лучшей макроэкономической форме, чем Российская Федерация. Золото, валютные резервы у Украины есть, резервы эти регулярно пополняются, инфляция под контролем, зарплаты и пенсии в Украине выплачиваются без задержек, закупки для армии украинской нарастают, они сокращаются и так далее. То есть Украина даже повышает зарплату своим военным, Украина отменяет налоги для того, чтобы бизнес работал все более активно, Украина снимает НДС, Украина облегчает таможенные всякие процедуры, Господи, да, Украина становится самой либеральной в экономическом смысле страной на свете. Это удивительно, что происходит, и в условиях боевых действий. Почему, за счет чего Украина может себе все это позволить? Да за счет того, что сейчас Украине помогает абсолютно весь мир, ну, за исключением Сирии, Эритреи, Северной Кореи, по-моему, еще. А весь мир, как вы понимаете, существенно богаче, чем Российская Федерация. И вот, даже в условиях войны, Украина просто становится более богатой страной, чем Российская Федерация. За счет этого, за счет этого, получается поддерживать и нормальное состояние. То есть, как бы, нет распада, нет разрухи, нет развала в Украине, ну, по крайней мере, в тех частях Украины, которые не оккупированы. Более того, в Киев сейчас возвращается жизнь, в другие города не оккупированы, потихоньку возвращается жизнь, там оживают предприятия, то есть, все то, что позакрывалось в первые дни войны, начинает снова работать, люди понимают, что экономика супер важна для одержания победы, и поэтому люди тратят деньги, люди активно участвуют в экономической жизни своей страны, и таким образом поддерживают ее на плаву экономически. Но самое главное, конечно, это западная помощь, она идет практически в неограниченных количествах, запад сейчас сделает, делает и сделает все возможное, чтобы Украина нормально себя чувствовала в экономическом смысле, но и, помимо всего прочего, конечно, нельзя забывать о поставках вооружения, потому что в условиях войны одним из главных, если не главным ресурсом является, конечно, вооруженность армии. Так вот, военную технику, топливо, боеприпасы Украина получает из-за границы просто в неограниченных количествах. Сколько бы складов, сколько бы арсеналов не уничтожила Российская Федерация своими ракетами, Запад тут же предоставляет Украине еще больше оружия, припасов, амуниции и, что немаловажно, разведданных. Достаточно, кстати, посмотреть на то, как выглядят средние украинские солдаты, как средний российский. Украинский обычно похож на такой, знаете, хорошо оснащенного спецназовца из небольшой, аккуратной европейской страны. На российского солдата без слез не посмотришь. Обычно это чумазый, голодный, больной еще, там, кашляющий, чихающий, оборванец, 19 или 20 лет от роду, чье оружие, чьи припасы, чья амуниция обычно старше, чем этот солдат, в два раза, в отцы ему годилось бы. Кроме того, иногда и в деда. Европа и Соединенные Штаты мучительно преодолевают. Очень медленно этот процесс идет, к сожалению, это надо признать. Но все-таки они преодолевают свой страх перед Российской Федерацией и все-таки начинают поставлять в Украину действительно хорошее, действительно современное оружие, способное самым серьезным образом повлиять на ход боевых действий. Почему мучительно? Они, видимо, очень боятся, чтобы россияне не увидели на поле боя какой-нибудь, не знаю, немецкий танк или американскую ракету, ракетную установку, я имею в виду, большое что-то. То есть Запад передает Украине что-нибудь маленькое, незаметненькое. Максимум самое большое, что передают пока, на данный момент, это какие-нибудь джавелины. Но даже то, что передается сейчас, в общем, обладает очень неплохим потенциалом для использования против low-tech, если так можно выразить, то есть низкотехнологичной российской армии. Речь идет в первую очередь о дронах-самоубийцах, которые вот эти switchblade, помните, 100 штук передали американцы украинской армии. Эти дроны способны пролетать около 100 километров и через 100 километров, уже за линией горизонта далеко, искать себе самостоятельно цели, выбирать их и поражать. Причем как людей, так и технику. Ну а если нужно, эти дроны могут управляться и с помощью оператора, там у них есть встроенная камера. То есть вот эти дроны, это как джавелины, только бьющие на 100 километров и абсолютно безопасны для тех людей, кто эти джавелины использует. Противоядие против таких дронов в Российской Федерации пока не придумано. Был вот этот комплекс радиоэлектронной борьбы «Красуха», который недавно свистнули украинские спецназовцы. Так эта «Красуха» сейчас уехала в Великобританию, ее там разбирают на кусочки и, скорее всего, придумают, как с ней бороться. Поэтому «Красуха» долго, большой поддержки российской армии от этой «Красухи» не будет. Ну а вот эти «Свичблейды», знаете, ну с их помощью можно вот таких чернобаевок устроить хоть каждый день по 5 штук. Если этих дронов будет побольше, да, там не 100 штук, а не на 1000 или 10 тысяч, то, собственно, одними этими дронами, я думаю, при желании можно было бы выиграть войну. Ну или, по крайней мере, заставить Россию пойти на какие-то очень существенные уступки. Потому что, знаете, я вот думаю иногда, аэродромы, с которых взлетает авиация, которая бомбит Украину, расположены там часто в 50-70 километрах от границ. Вот направить на этот аэродром рой дронов, чтобы они там посжигали все российские самолеты и вертолеты, стоящие на этом аэродроме, это делается элементарно, большого и никакого там, никаких сложностей не составит это сделать. И все, как бы, понимаете, из России, то есть если целый авиаполк будет выведен одним ударом из войны, то это будет очень серьезный удар по российскому боевому духу, скажем так. Дальше. Дроны, это, конечно, не самое главное, а самое главное люди. И сейчас в рядах украинской армии постепенно появляются молодые, то есть они в принципе и были, но сейчас их становится все больше и больше, молодые, инициативные, очень умелые командиры, опытные, что очень важно. И личный состав весь украинских подразделений быстро набирается опыта, становится все более и более подготовленным. Как и в любом деле, очень важно уметь, уметь воевать, да, то есть обучение это очень-очень важно. Причем в украинском случае обучение идет не из-под палки, как в России, а по воле своих самих солдат и офицеров. Это исключительно важный процесс, который нельзя, конечно, не пощупать, не измерить, но значение опытности в ходе боевых действий просто колоссальное. Любые подразделения с ветеранским, скажем так, статусом, они стоят там гораздо больше, чем такие же подразделения, состоящие из новобранцев. Есть, конечно, и потери в украинской армии, естественно, я не буду это отрицать, и мы будем, я думаю, помнить о каждом человеке, кто погиб, защищая нашу свободу. Но все равно в конечном итоге, даже учитывая потери, приобретая боевой опыт и новое вооружение, украинская армия постепенно становится не слабее, а сильнее. И вот тут мы подходим к самому, как мне кажется, главному в нынешней всей этой истории, к смене стратегии Российской Федерации. Владимир Путин, несмотря на всю свою браваду, на мой взгляд, все-таки начал понимать, что проигрывает войну. Хотя он и говорит в каждом своем выступлении, что все идет по плану, цели намечены, цели будут достигнуты и так далее, не будут. Это уже всем очевидно, и понятно, что он даже сам себе врет, когда говорит что-то подобное. И он вроде начал это понимать, и я делаю вывод о том, что он это понимает, из того, что он сам говорит, но главным образом из того, что говорят его миньоны. Они же в один голос сейчас, с одной стороны, повторяют эту мантру, что все идет по плану и цели достигаются, но, с другой стороны, мы уже почти ничего не слышим о таких целях, как деноцификация и демилитаризация, которые были озвучены в самом начале этой войны. Что бы это ни значило, об этом сейчас речи даже не идет. Какой бы план у них там не был составлен, никакой деноцификации, то есть имеется в виду смены режима, никакой демилитаризации, то есть ликвидации украинской армии, и не пахнет, даже рядом не стояло. Все как раз наоборот. Судя по потерям, цифрам потерь, сейчас идет очень активная демилитаризация Российской Федерации на самом деле. И мне так кажется, что это не может не вызывать ярость, белую, светящуюся, яростную у Владимира Путина. По словам источников в окружении самого Владимира Путина, но он уже даже через две недели после начала войны постоянно материл своих генералов, своих помощников, хотя раньше был со всеми всегда подчеркнуто вежлив. Не выдерживает нервы у старика, начинает всех ругать. Я предполагаю, что именно поэтому, собственно, два главных российских военных, министр обороны Шойга и начальник генштаба Герасимов, попали в царскую немилость, в царскую опалу. Но оба они не появлялись на публике, как я говорил раньше, примерно ровно, ровно даже две недели, с 11 по 26 марта. И из-за этого по Москве даже пошли слухи о том, что Шойгу и Герасимов то ли болеют, то ли даже арестованы. Второе, причем, звучало даже более правдоподобно, чем болезнь, потому что страшное поражение, которое переживала российская армия на полях украинских сражений, ну как бы дает повод для того, чтобы арестовать и Шойгу, и Герасимова. Потом, кстати, по телевизору все-таки показали того и другого на каком-то очень странном совещании по вопросам закупок для оборонно-промышленного комплекса, который сейчас вообще ничего не значит, это не имеет никакого смысла разговор о каких-то закупках. То есть им уже не дают даже комментировать ход войны, ни Шойгу, ни Герасимову. В Твиттере тут же, кстати, стали писать, что Шойгу, скорее всего, пережил все-таки инфаркт, потому что он очень-очень стал плохо выглядеть и очень медленно говорить. И вот тут, собственно, смена стратегии. Давайте подойдем к этому. По-настоящему важное заявление мы услышали на неделе не от министра обороны и не от начальника генерального штаба России, а от начальника главного оперативного управления генштаба генерала Сергея Руцкого. «Возможность штурма заблокированных на Украине городов не исключена, но главная цель российских военных – это полное освобождение Донбасса», сказал нам Руцкой. То есть, а где милитаризация, спросите вы? Нет, где милитаризация? А где деноцификации? И деноцификации тоже нет. Дальше он продолжает. «Россия изначально не планировала штурма этих городов, имеется в виду Харьков, Киев, Одесса и так далее, чтобы не допустить разрушений и чтобы минимизировать потери личного состава и мирного населения». Вопрос тогда возникла, а что же вы тогда, гады, с Мариуполем тогда делаете? Или Мариуполь для вас не город? Или почему в Мариуполе нельзя людей убивать? И можете убивать, и убиваете пачками, а там, не знаю, в Одессе что-то вам цикотно как-то. Непонятно. Дальше. И хотя такую возможность мы не исключаем, говорит Русской, да, однако по мере выполнения отдельными группировками поставленных задач, а решаются они успешно, наши силы и средства будут концентрироваться на главном, на полном освобождении Донбасса. Вот тут, знаете, даже хочется сказать, слушайте, полное освобождение Донбасса и Киев, они как бы очень далеко друг от друга. Как вы, блин, собираетесь полностью освобождать Донбасс, завязнув где-то в болотах на берегах реки Припять, или там в городе Ирпень, или где-нибудь в районе этого Славутича или Чернигова. Это реально очень далеко от Донбасса. Зачем, если вы хотите, то есть любой военный вам скажет, если у вас стоит задача захватить город А, то вам не надо отвлекать силы на город Б, вам надо все свои силы бросить на захват города А, чтобы сделать это быстрое, с минимальными потерями. Сейчас же, что мы видим, Россия десятью пальцами, не кулаком, а как бы растопыренными пальцами действует в военном смысле, да. И это нифига не похоже даже на какую-то, что есть какая-то главная задача, есть какая-то второстепенная задача. Вероятнее всего, планировали захватим Киев за два дня, и дальше там уже как-нибудь разберемся, да. Но когда не получилось захватить Киев, стало понятно, что дальше тупик, дальше ничего не получается делать. И сейчас они на ходу выдумывают какие-то себе другие цели для своей военной операции, чтобы хоть как-то оправдать свои поражения. Дальше там этот генерал сказал, что Россия рассматривала два варианта ведения спецоперации в границах Донецка и Луганских, народных республик, и на всей территории Украины. Однако в первом случае украинские власти постоянно подпитывали бы свою военную группировку, задействованную в так называемой операции объединенных сил. Поэтому был выбран второй вариант, то есть на всю Украину, предусматривающий действия на всей территории Украины с выполнением мероприятий по демилитаризации и генерцификации. Окей, то есть вы их собираетесь, вы сделали на всю Украину, чтобы не подпитывалась группировка. Так извините, она же подпитывается. Группировка не просто подпитывается на операции объединенных сил, она не просто подпитывается, а полностью снабжается, прекрасно снабжается. Что же вы вретете-то? На идиотов, наверное, рассчитано объяснение или что-то такое. Потому что, ну как можно, как можно лишить кого-то подпитки? С помощью окружения. Вы окружаете, это в принципе со времен Ганнибала, было где там в Каннах, это была по-моему история, окружил римские войска, и все, нет у римских войск подпитка, все кончилось. Тут же какая-то странная мультиходовая непонятная стратегия, и главное, говорит, врет же. Говорит, все закончится, все идет по плану, все успешно. Месяц вы там что-то топчетесь, и нифига сделать не можете, где же успешно? Неспешно. Несет этот генерал чушь полную, околесицу полную. Если надо захватывать Донбасс, то нафига направлять войска на Киев? Ну это просто лишено малейшего смысла. Обычная банальная логика, просто кричит, что можно было... То есть если вы собирались действительно освобождать, как вы выражаетесь, Донбасс, то надо было и воевать там же, а не где-то там в районе Чернигова или в районе Херсона. Но нет, у них там какие-то другие страны. В общем, окружение украинских сил на Донбассе, о котором они, кстати, понимаете, они настолько были уверены в своей победе, что кричали с первого дня. Котел! На Донбассе котел! Окружение котла нет и в помине. Вообще даже рядом нет. Забудьте об этих во всяких котлах. Они, значит, говорят, мы там подпитки лишаем. Ну это бред, конечно, сивы кобыла. Российские силы, российские войска сейчас перемалываются на разных фронтах в Украине, да, и в жерновах этой войны просто. И поэтому никакой даже надежды на какую-то победу быть у них не может. Сейчас, конечно, Рудской своим этим заявлением, по сути дела, признал, что план захвата Украины, изначальный план полностью провалился. И теперь надо думать им там в России уже не о том, как победить, а о том, как бы не проиграть эту войну. Собственно, его, похоже, и назначили руководить вот этим вторым этапом этой операции. Этапом, который я бы назвал «Давайте попробуем мне проиграть». Суть этого этапа, насколько я понимаю, будет в том, чтобы захватить Мариуполь, а также остаток Донецкой и Луганской областей. Для этого сейчас туда будут, на этот участок, брошены все силы. И сейчас, знаете, перебрасывают из Южной Осетии, из Абхазии, из Карабаха. В Карабахе это, кстати, вызвало уже проблему, потому что, как только оттуда ушли российские войска, там сразу начались перестрелки, захваты территории. То одной страны, то другой. В общем, Россия сейчас собирает по сусекам все-все-все свои войска. Видимо, от Киева тоже они отходят, от Харькова тоже они отходят. Все будут направлены вот туда, на Донбасс, для того, чтобы получить, ну, захватить хотя бы что-то и предъявить своему народу, мировому сообществу, сказать, что все, мы победили в этой войне. Потому что под Киевом и под Харьковом противник, ну, как бы российские войска уже точно переходят к обороне. От Николаева отцепились, как будто нет попыток его штурма больше. И я так предполагаю, что если получится у них все-таки захватить Мариуполь, хотя это вряд ли, то Кремль объявит, что демилитаризация и денацификация Украины состоялись. А под денацификацией скажут, что вот мы победили в Мариуполе, разбили полк Азов, и это и была, собственно, денацификация. Скажут, что Донбасс освобожден и начнут требовать от Зеленского выгодного для себя мира. То есть сейчас российская армия создает условия для дальнейших переговоров, причем условия она создает не по всей Украине, а только на юге Украины, вот там вот, где Запорожская область, где Донецкая область и где Херсонская область. При этом, я думаю, переговоры будут сопровождаться обстрелами украинских городов, продолжаться там градами, бомбами будут лупить по ним и так далее. Я, кстати, поэтому думаю, что очень важно, чтобы поступили вот эти дроны, Switchblade в украинскую армию, потому что этими дронами очень можно быстро и эффективно отогнать от украинских городов вот эти грады и артиллерийские установки, из которых ведется сейчас обстрел украинских городов. То есть эти дроны, они очень-очень были бы полезными. Ну и тут я, значит, наткнулся на очень интересное мнение Бена Ходжеса. Это бывший командир американскими силами в Европе. Он сказал, что, ну, совершенно очевидно, я прям с листа перевожу с английского, если буду запинаться, не обижайтесь. Очевидно, говорит, что Россия полностью провалилась в достижении тех целей, которые они перед собой поставили, и теперь они будут пытаться переопределить свои цели и свои задачи в этой войне, чтобы объявить себя победителями. Это первый, сказал Ходжес, поэтому дальше он говорит, что Западу надо перебороть свой страх и страх того, что Россия пойдет на применение химического и ядерного оружия и продолжать поставлять вооружение Украине, помогать Украине изо всех сил. Он сказал, что оборудование, которое должно поставляться в Украину, должно включать дальнобойные ракеты, артиллерию и дроны вместе с предоставлением как можно более полной разведывательной информации. И все вместе он говорит, что это могло бы помочь Киеву перейти от обороны к атаке. И говорит, что сейчас у нас помощь поступает такими небольшими конвертами в Украину, небольшими порциями, но говорит, что надо поменять подход и сделать так, чтобы наша помощь просто затапливала Украину, как он сказал. И говорит, что в этом случае Украина не только сможет не проиграть, но и сможет победить. Я, в общем, с такой оценкой американского генерала полностью согласен. Западу ни в коем случае сейчас не надо просить Украину заключить невыгодный для Украины мир. Надо наоборот наращивать поставки оружия, причем не только вот дронов, про которые я уже все уши вам, наверное, проружжал, но и других видов оружия, например, танки. Танки были бы американские, очень не помешали бы, например, я считаю, на поле боя, потому что их для российских сил подбить почти невозможно, эти танки. Кроме того, ну, можно, конечно, я же не буду говорить, что это прям неубиваемые танки, но игра сложнее сделать, чем с танком каким-нибудь советского производства. Очень-очень нужны противокорабельные ракеты, да, потому что вот мы все видели, как Россия из акватории Черного моря практически безнаказанно своими кораблями наносит ракетные удары по украинским городам, крылатыми ракетами. Ну, чтобы этого не было, там, десяток американских ракет, противокорабельных гарпун, да, пальнуть им, и, в общем, там, знаете, как бы с помощью этих ракет можно весь краснознаменный Черноморский флот отправить на дно в течение, там, часа. В общем, это, конечно, здорово помогло бы Украине, вот эти противокорабельные ракеты гарпун. Пока американцы опять мнутся, что-то не хотят эти ракеты давать, но я не понимаю, кстати, почему, потому что, ну, ракеты эти не такие уж они огромные, они, конечно, большие, они больше, чем обычные, там, дживелин, да, но все равно это не гигантская ракета, это не баллистическая, там, какая-нибудь, типа, Искандера того же, и можно ее провести, такую ракету в Одессу и из Одессы шмальнуть там по какому-нибудь кораблю российскому. Кроме того, конечно, не помешала бы дальнобойная артиллерия, вот грады или аналоги западных градов, это вот тоже нужны всякие, смерч ураганы, это очень нужно, и плюс, конечно, еще нужны системы радиоэлектронной борьбы. Для чего? Для того, чтобы сбивать с толку российские крылатые ракеты и российские дроны, чтобы все это не попадало по своим целям. Это очень-очень важно, тоже радиоэлектронная борьба, тем более, что у американцев, у европейцев с электроникой все существенно лучше, чем у россиян. Я думаю, они могли бы в этом смысле очень хорошо помочь. То есть, вот это все, а, ну, насчет танков я уже сказал, и вообще надо, конечно, понимать, что Кремль сейчас вот этой переменой в своей стратегии, он, конечно, дал слабину, он пытается сохранить лицо, но все понимают, что отступают они, отступают, и нельзя упустить этой возможности, на мой взгляд, сейчас необходимо дожать Кремль, потому что Путин на своих переговорах, то есть, которые ведет Мединский, да, через Мединского, он уже просит у Украины повлиять на Запад, чтобы Запад отменил санкции. Они понимают, что с этими санкциями максимум два месяца российская экономика протянет, больше она не сможет. Кстати, еще интересно, что через месяц примерно начнут зеленеть леса. И вы знаете, какая партизанщина начинает? Вот эти позеленевшие леса это самый большой плюс будет для Украины. То есть, это будет, знаете, огромный просто плюс для ведения партизанской борьбы, особенно там, где Чернигов, где Киев, где Припять, где Чернобыльская АЭС, где Суммы, там много лесов, там много зелени, и там, конечно, будут очень-очень непростые времена, непростые времена начнутся для российской армии. Там хорошие партизанские традиции, я думаю, там будет, ух, что начнется. Ну так вот, в Кремле уже сейчас идет драка, Шойгу и Герасимова по сути дела дела отстранили от ведения дел, на ходу меняют сейчас стратегию всей этой войны, везут войска из Южной Осетии, Абхазии, Сирии, Карабаха, и вот этим последним своим рывком хотят там захватить юг Украины, насколько я понимаю. Надо сделать так, чтобы ничего у них не получилось. Кроме того, еще одна вот эта идея, втянуть во всю войну эту Лукашенко, он там, конечно, отнекивается, брыкается, его пытаются заставить, но сейчас, знаете, создается очень мощная группировка противовоздушная в Польше и в Словакии. И я думаю, эта группировка с американскими ракетами Патриот, с истребителями и прочими делами создается на тот случай, что если Лукашенко все-таки полезет на Волынь в северо-западную Украину, то поляки вступят в дело и дадут, ну, врежут просто через границу из артиллерии или подсшибают самолеты и скажут, слушайте, нас там нет, их там нет, вы что, мы, где вы видите наши войска нет никаких наших войск, это вам что-то причудилось, никакой, никакие Польши не участвуют и пойди докажи потом, если ты Владимир Путин, что Польша вступилась в войну на стороне Украины. Кстати, для Лукашенко, мне кажется, вот этот сигнал из Польши стал очень отрезвляющим и он реально, реально очень боится, потому что если он вступит в войну, то, конечно, при одном условии это гарантированная победа, если он гарантированно эту войну проиграет, то он, конечно, точно туда не полезет. Спасибо Польше за это, спасибо, что поляки намекают что он очень плохо кончит, если полезет. Но вообще концепция с миротворцами, конечно, сейчас обсуждается все активнее и таким образом, я думаю, можно уже говорить о том, что Лукашенко в войну это точно не вступит. В общем, для Украины ситуация сейчас развивается, конечно, относительно неплохо, посмотрим, что будет дальше, что уже будет на следующей неделе. Я все-таки жду, конечно, самое главное, больше всего жду все больше наращивания поставок американского суперсовременного технологичного оружия, вот этих дронов Switchblade, чего-то подобного. С такими девайсами, с такими штуками, конечно, победить будет Владимира Путина значительно проще, чем с тем, что есть в Украине сейчас. На этом у меня сегодня все. С вами был Иван Яковин, да пребудет с вами сила. Пока-пока. Подписывайся на канал Радио НВ ось тут.